Нехватка мест в детских садах и школах, привозное питание в образовательных учреждениях и дефицит воспитателей и педагогов. 27 апреля в Кирове прошел митинг по вопросам образования. Какие тезисы и заявления прозвучали в этот день в сквере имени Степана Халтурина, расскажет Елена Шарыгина. За каждым отчетом властей о ситуации с нехваткой мест в детских садах, за каждой цифрой кроются человеческие истории. Мамы не могут выйти на работу, другие родители получают путевки в садик, но не по месту жительства. И вынуждены возить своих детей на другие концы города. Поэтому среди пришедших на митинг равнодушных не было. Не сомневаюсь, что мы пойдем в 4 года, если не позже даже. Потому что отправляют в Ясли, в 17-й год льготников, потом они, следовательно, пойдут в младшие группы. А мой ребенок младший, когда пойдет, непонятно. Написала президенту через обращение электронную приемную. Мы ответили, что места в нашем садике закончились октябрем 15-го года, а у нас ноябрь 16-го. То есть между нами еще год. При этом нехватка мест в детских садах не единственная проблема, считают активисты и организаторы митинга. Вслед за дефицитом садиков придет дефицит школ, убеждены кировские родители. Дети растут и через пару лет городские школы могут не справиться с большим потоком первоклассников. Попросту не хватит всем места. В 11-й школе набрано прошлый год 10 классов, а в этом году снова будет 10 классов набрано. При том, что на сайте написано, что могут принять только 6 классов. Кроме того, активные родители Кирова беспокоятся о питании в школах. У них есть информация о том, что в скором времени детей будут кормить привозной едой. Впрочем, в городской администрации опровергли эти слухи. Могу сказать, что информация, которая сегодня, даже не информация, а те слухи, которые сегодня ходят и были предметом, в том числе на митинге в субботу, это откровенная ложь и неправда. Вдобавок к словам Ильи Шульгина, его зам Лариса Копусова подчеркнула, речь идет только о централизации системы питания детей. Например, как вариант привозить овощи в школу уже мытыми и чищенными и готовить их в школьной столовой. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.